1 марта стартует очередной уже 15-й розыгрыш Кубка Гагарина. Мактагорский «Металлург» начнет выступление в плей-офф континентальной хоккейной лиги во второй день весны. И впервые за последние годы сделает это в гостях. Накануне вылета в Екатеринбург команда провела традиционную открытую тренировку, на которой побывал наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. После прошлого серебряного сезона ожидания болельщиков были очень высокими. Игроки, тренеры и руководители «Металлурга» признают, минувший регулярный чемпионат до заданной планки не дотянул. Неоднозначный сезон, были хорошие матчи, были провальные матчи, были средние матчи. Поэтому то, что хотели, конечно, не получилось. Но надеюсь, то, что мы хотим, получится в плей-офф. Прошедший гладкий сезон получился как никогда насыщенным. Впервые в истории в главной лиге команда провели почти 70 матчей всего с одним перерывом в чемпионате. Физическая готовность всегда была одним из важнейших факторов в преддверии плей-офф. В этот раз она еще более значима. У всех был очень сложный календарь. Мы сыграли за последние 5 дней 5 игр. И в этом отношении был у нас день выходной. Сейчас уже начали готовиться к автомобилистам. Я думаю, не будет проблемы. Наоборот, где-то мы в тонусе, в игровом. Сейчас и такие тренировки подводящие, не особо нагрузочные. Поэтому, я думаю, проблем не будет с этим. Соперник по первому раунду, автомобилист, долгое время был лидером «Востока». Но, как и «Металлург», не избежал проблем и провальных отрезков и завершил регулярку с таким же количеством очков, опередив магнитогорцев лишь по дополнительному показателю – количеству побед в овертаймах. Одним из ключевых моментов в грядущем противостоянии наверняка станет игровая дисциплина. Не делать своих ошибок, которые мы наделали с ними в матчах, и меньше удаляться, потому что много голов мы пропустили в меньшинстве с автомобилистом. Поэтому надо вот эти ошибки убрать, и я думаю, все будет нормально. Из четырех матчей минувшего сезона «Металлург» выиграл у автомобилиста только один. Еще в одном уступил в овертайме, в одном проиграл с разницей в шайбу и лишь однажды позволил сопернику одержать уверенную победу. Так что явного фаворита в этой паре просто нет. Бояться не стоит никого. Там действительно есть очень хорошие мастеровитые игроки, собранные и Дакоста, и Мейсик, который забивает очень много. Но там много ребят собрано. Голышев, Широков. Там вот такие вот игровые мастеровитые ребята, которых практически на три пятерки. Накануне старта плей-офф «Металлурги» поддержали еще одну добрую традицию. Для игроков и тренеров был подготовлен яркий видеоролик с лучшими моментами сезона. Помимо физической формы, важно уделить внимание и эмоциональному настрою команды. Мысли у нас нормальные и правильные. И готовимся. Это плей-офф, то, что было в регулярке, уже все забыли. Это в прошлом. Сейчас самое главное, самое интересное, для чего мы тренируемся, играем и готовимся весь сезон. Павел Зайцев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.